Татьяна Вадимовна Черниговская Язык и мозг. Взгляд из 21 века Этим микрофоном, да? Во-первых, я совершенно, я с доклада на доклад из Дома ученых Я совершенно не ожидала, что так много народа, причем незнакомого Я имею в виду, что я не знаю, что за аудитория Я не знаю, кто вы по специальности и что вы знаете Но все равно эта конференция такая странная, она очень пестрая Поэтому, да, поэтому я думаю, переживем Я имею в виду, что я на совершенно другой уровень перехожу Как вы понимаете, здесь не будет кривых Хотя и можно было бы Но очень приятно стоять на сцене в институте, в котором я столько лет работала И две диссертации защитила И это отчасти об этом То есть, на самом деле, я хочу такой как бы скетч представить того Что мы сейчас знаем на тему мозг и язык Потому что очень многое изменилось Это, я думаю, я повторяю, я не знаю, какие у вас знания у публики Но у взрослых-то есть знания на тему о том, что это знаменитые мозги На которых была открыта зона брака, которая отвечает за речь Вот были такие счастливые времена, когда были еще зоны за что-то отвечающие Они, к счастью, сохранились И их исследовали тогда, когда стало возможным это исследовать И оказалось, что зона брака не вполне зона брака То есть, просто брака про это знать не мог Поэтому, когда посмотрели на срезах и как следует И даже вот здесь вот видно Что гораздо большие участки, чем зоны брака И гораздо более глубоко поражены То есть, вот это просто очевидная вещь Да я к тому говорю, что для того, чтобы речь пропала Много разных условий должно случиться И совсем не обязательно, что для этого должна погибнуть именно зона брака Вот если мы забудем про клинику Господи, здесь кот Ну и ну Председатель, кот, вы не представляете Вот, так если мы забудем про клинику А сделаем то, что делается, скажем, в институте мозга Что мы хорошо знаем каждый день То есть, поместить голову здорового человека В одну из этих штук, сканирующих И дать ему языковые задания То мы увидим, что будет светиться весь мозг Ты никогда не получишь ситуацию Когда это будет либо зона брака Либо зона верники В зависимости от нарушений высвечиваться Что ставит нас в гораздо более сложное положение Потому что мы вынуждены сказать тривиальную вещь А именно, когда речь идет о сложных функциях Функционирует вся сеть Мы не ждем маленьких кусочков Которые отвечают одно за это, другое за это Не могу здесь не сказать То, собственно, к чему я и буду обращаться А именно, в 76-м году Лев Ягчбалонов и Вадим Львович Деглин Выпустили книжку Слух и речь доминантного и недоминантного полушария В 80-е годы Роджер Спери С командой получили на эту тему Нобелевскую премию И это была очень модная тема Именно вот это слово, говорю, модная тема Вдруг все как с ума сошли Все начали заниматься этим правым-левым полушарием И я была в числе тех, кто этим тоже занимался И картина представлялась такой лучезарной Собственно говоря, Нобелевская премия Не просто так была дана Когда вроде бы функции рассыпались по этим полушариям Это очень хорошая книжка была Замечательная лаборатория Уж не говоря о сотрудниках Это стало настолько модным Что оно проникло в другие науки В частности Но я специально говорю наиболее известное имя Потому что есть и другие имена Но не обязательно для этой аудитории Юрий Михайлович Лотман Видите, что писал Параллель между двуполушарной структурой мозга И биполярность Как минимальная структура культуры Они как бы вот являются таким центром То есть я к чему это клоню? К тому, что Было такое впечатление И я сама под этим впечатлением тоже была Что это какой-то очень фундаментальный такой принцип Который все сразу делит Стали говорить о том Что в мозгу происходит диалог между полушариями В кавычках Но тем не менее Что каждый из полушарий Это разный тип ментальности Или как мы сейчас сказали Разные когнитивные стили И что все как-то уж очень хорошо делилось Но только больше не делится Да, и я буду Это тут понадобится много часов Чтобы это все разбирать Я этого делать не буду Это списки Я сейчас просто покажу Списки того Что похоже Относилось вот к функциям Левого и правого полушария Эти списки составляла Я не буду скрывать Не буду скрывать И они сложнее чем то Что писала в физиологических книгах Ну вот я просто буду листать Но в основном Ну чтобы не прочитывать Все и так прочесть могут В основном все сводилось к следующему Что левое полушарие речевое Правое зрительное Потом стали говорить Правое еще и эмоциональное Потом стали говорить Что правое полушарие Занимается искусством Музыкой И дальше по списку А левое полушарие Занимается логикой Арифметикой В широком смысле слова И дальше по списку Но списки эти Я повторяю Они сложные Видите Тут много всякого Каждый из этих пунктов Я естественно могла бы Очень серьезно расписать И прокомментировать Но в этом же зале Я докторскую на эту тему защищала Не буду вас мучить Есть впечатление такое Было Было впечатление Как ни странно После всего Что уже отметено Похоже Что может быть Это и до сих пор так Что это Левое полушарие Связано Со структурами Которые Генетически Предопределены Для языка Но это требует Очень серьезного Комментария А самое главное Что это требует Очень большой осторожности Вокруг этого Очень много спекуляций Самого разного Толка Беда в том Что это очень Мультидисциплинарная область И люди Которые Этим вещами Занимаются Они делают Как бы Разного типа ошибки Те Из Логопедии Или из Нейропсихологии Или уж тем более Из лингвистики Которые Вот такие вещи Обсуждают Как генетическая Предопределенность Для языка Они делают Кошмарные Ошибки В области Генетики То есть Они просто Не понимают Про что Они говорят Зато Противоположный Полис Делает Кошмарные Ошибки В области Языка Как такового Потому что Это отнюдь не общее знание Чем язык Отличается От других Когнитивных Вещей Или от Коммуникационных Сигналов Других животных Вот видите Там скажем Там правое полушарие С музыкой Было связано С эмоциями Равного смысла С юмором С сценариями Всякими С эреглифическим Письмом И чтением Вот видите И что я хочу Сказать Что это все На самом деле Было Это не то Что были ошибки Или не то Что были Как бы Просто голословные Заявления За каждым из этих Пунктов стоят Факты Данные Опубликованные В серьезных Научных статьях Интерпретация Боюсь Была неправильная И сам факт Вот если бы я сейчас Например Сама же Села Эти списки Приводить В современное состояние Я бы их очень сильно Покрушила Как минимум Я бы убрала Разделение На правое И левое Что теряет Тогда вообще Меняет Всю эту историю Какие там Эти левое И правое Это все Вот видите Тут довольно Серьезные вещи Идут И Давайте я Лучше Отсюда Уйду Вот куда У нас есть Основания Говорить Вообще О генетической Основе И языковой Способности Человека Вот когда Выступаешь Перед Биологами Особенно В том числе И здесь Много раз Было Багров Например Много раз Убивал Он говорит А что собственно Ты так Расшумелась На тему Эти языковой Способности У всех живых Существ Есть коммуникационные Системы Разумеется У всех есть У одних Химические У других Электрические У третьих Вокальные У четверых Двигательные Разные Конечно Есть Но Человеческий Язык Имеет Свойства Совершенно Особо Отличающиеся От всех Других Хотя И это Начинает Смещаться К чему Я и клоню Вот Латерализация То есть Отнесение Направо Налево Как мы говорили Мозговых Функций Имеет Решающее Значение Для Формирования Языка У человека Как биологического Вида Я сейчас Говорю об Эволюции Филогенезия Если можно Так уж Грубо совсем Сказать И для Когниции Высокого Сорта Язык Он для Когнитивных Функций Такого Ранга Какой Есть у Людей Это Важная Вещь Или нет Или мы Могли бы Обойтись И без Этого Это Конечно Длинный Разговор Тут за Полчаса Не расскажешь Откуда Вообще Язык Взялся Вот Не без Карикатуры Конечно Когда Ну как бы Может поговорим Как здесь Жена мужу Сообщает Но Разговаривают Как и другие Что вообще Случилось Когда пошло Вот на Такую Невероятную Функцию Какой Является Человеческий Язык Во-первых Я не собираюсь Здесь Естественно Это подробно Объяснять Во-первых Происходили Фокусы С черепами И с тем Что их Наполняет Он меня И форма В данном случае Она Очень существенную роль Играет Хотя Я не понимаю Почему Я не далее Как вчера Когда думала Что здесь Рассказать Говорила С Александром Григорьевичем Козинцевым Который Несомненно Один из лучших Антропологов Современных Но в нашей стране И я ему говорю Саша Скажи Много из детства Знакомые Скажи мне Почему Вот есть такой Термин Ну хорошо Позже он будет Он переводится Как округлость Черепа Причем здесь Округлость Черепа Я не понимаю Как бы Разве дело В том Чтобы череп Именно стал Круглым Он В отличии От предыдущих Видов Где он Продленный Он говорит Да Но это Более экономная Форма Как бы легче Да Я говорю Это все Может быть Если бы Речь не шла О такой Сложной Нейронной Сети Об этих Невероятных Скоростях Об этом Немыслимом Количестве Уж даже не будем Их считать Там нейронов И их связях Гиперастрономические Числы Разве Когда речь идет О такой Сложной Структуре Могут играть Роль Какие-то там Округлость Не округлость Я кстати Так и не получила Ответ Откуда он Взялся Вот Терренс Дикон Очень известный На эту тему Исследователь Он говорит Язык Это паразит Оккупировавший Мозг Не больше Не меньше Он говорит Что-то вроде Вируса Вот появился Язык И дальше После этого Мозг Стал как-то Развиваться Бикерт Он тоже Один из Главных Функционеров На этом поле Он говорит У нас не было Большего и лучшего Мозга Который дал нам Язык Мы приобрели Язык И он позволен Нам увеличить И улучшить Наш мозг Это про курицу И яйцо Как бы Что раньше Это было Ну конечно Ну понятно Что эпигенез В голову приходит Но Это нам мало Что дает Примерно Вот не буду Прочитывать То что здесь написано Это очень примерные Цифры Вы можете Видеть и другие Конечно В других местах Примерно Такое количество Лет назад Вот все Это дело Пошло Но Что-то Произошло Примерно 60-70 тысяч Лет назад Говорят О когнитивном Взрыве Вот Чего ради Он случился Этот взрыв И вообще Был ли он Он был В том смысле Что Антропологи Археологи Дальше по списку А теперь уже И генетики Они имеют Данные Что там Что-то Такое Началось Что вызвало Сложные Когнитивные Возможности У человека Вот А может Они просто Еще не нашли Того Что началось Раньше Да Мы же Мы же Всегда Вот Меня Что Смущает Когда Обсуждают Наших Биологических Предков То говорят Вот были Такие Потом Такие Потом Сякие В скобках Я замечу Комментировать Объем Хорошо Из этих И делал Произошел Это Тему Ларинксом Больше Больше Эти Правила Еще С компанией Людей Пытаемся Эти Правила Оттуда Выудить Две Ларингальные Функции Есть Которые Определяют С одной Стороны Голосообразование А с другой Стороны Высоты Этих Звуков То есть Дьявол Это я Рассказываю В миллиард Раз проще Чем На самом деле Дьявол Естественно В деталях Потому Что Наш Язык Вот Если Мы Вот эти Первичные Атомы Про которые Я говорю Это ведь Не вообще Любое Изменение Звука Это не то Что вот Это В отличие От этого Нет Это только То изменение Которое Меняет Смысл Типа Пел Пил И это Очень тонкие Вещи Как бывший Финетист Я как Ну и акустикой Речи занималась В университете Когда училась Вот И я знаю Что если вы Смотрите На Спектрограмму Звуков То нужно Несколько лет Было учиться Для того Чтобы понять Где ты можешь Увидеть Это отличие Это настолько Близкие вещи Что Ну теперь Компьютерная программа Естественно Все что хочешь Решать Но я имею ввиду Что это Это не очевидная Вещь Они физически Очень близки А на ухо Вот Это отдельная тема На которую у меня Сегодня совершенно Времени нет Если идет Такой сложнейший Сигнал Заметим Это огромные Скорости И это Очень быстрые Изменения Временные И частотные Они идут Без перерыва Это когда мы Текст читаем У нас есть Спасительные пробелы А когда вы меня слушаете А если мы сейчас Запишем Остеллограмму Тем более Спектрограмму Того что я говорю Это жуткое вообще дело Где промежутки Где одно отличается Вот это закончилось А другое началось Этого ничего нет Ухо Для этого Нужно иметь ухо Которое в состоянии Ухо в смысле Вся система Естественно Которое в состоянии Обрабатывать Так быстро Идущие сигналы И заметим Я про смысл Вообще ничего не говорила И даже не буду Я только про структуру Говорю Вот здесь Это вся свистопляска То есть у нас Изменилась Очень сильно Анатомия Артикуляторного аппарата Что крайне важно Потому что Если бы она у нас была Такая как вот У родственника То Ни такой челюстью Ни такой Ни таким ларенцем Невозможно Эти все тонкие Манипуляции Осуществлять Это просто невозможно И те Кто изучают Не только Филогенез Но и онтогенез Знают Что это меняется Пока ребенок растет Там Ну В общем Ясная картина Просто времени у нас нет В 2018 году То есть только что Вот вышла такая статья Которая показывает Что есть разный контроль Картикальный контроль Который у того Что обеспечивает эти высоты А эти высоты нам нужны Для передачи информации Это не модуляция на тему Красиво, некрасиво, приятно, неприятно Это про другое Это просто Если мы это не делаем То мы перестаем Передавать И понимать смысл Ну Есть работы Пепель Их, кстати, целое семейство Отец из этих Пепелей Он психофизиолог А сын Он психофизиолог Но он почетный профессор Уже тоже там давно И нейролингвист И вся эта история идет Вот вокруг чего Есть временные окна Какие-то Мозг имеет дело С разными Какими Я даже не знаю Как это сказать Мне это самой Не очень даже понятно Он имеет дело Одновременно С несколькими рангами Разных временных окон Одни Для отдельных звуков Другие Для просодики То есть для интонации Которые обеспечивают И эмоции Логические ударения Там много всего Что нужно Для сложной Коммуникации Другие Для слов Третьи Для фраз Понимаете То есть получается Что одновременно Мозг имеет дело С разными временными шкалами Я, кстати Когда это прочла Пожалела Это свежие Более-менее вещи Ну Это-то 12-й год Но есть и более свежие Я пожалела У меня кандидатская диссертация Здесь же защищенная Была на эту тему Но тогда никто Ничего не публиковал По-английски И это, собственно Так и осталось Как раз я тогда Упиралась В эти временные окна Это интересная вещь Дальше Вот в этих маленьких штучках В фонемах В них есть такие Спектральные характеристики Которые дают Прямо при начале Вокализации Информацию О эмоциональном состоянии Того, кто вокализует Например Состояние Еще до того Как получится Какой-то смысл Сообщение Сам звук Несет информацию О том Что это, например Крайняя степень опасности То есть Очень Как бы сказать Очень плотно И концентрированно Кодируется Много разных каналов Информационных Наш Наш язык Характерен вот чем Что у нас Это все комбинаторика Поэтому, когда говорят Про мозг Это уж всем известно И даже скучно Что это компьютер Там вообще Черт ногу сломит Я работала в этом Это ужасная вещь Потом идут Со словами Весь этот бардак Именно бардак Потому что Где они в голове хранятся Что все, которые на букву К В одном месте Или все кошки В одном месте А столы в другом месте Или существительные в одном А глаголы в другом Обо всем этом Я вас уверяю Напечатаны тонны Научных статей Это я просто весело рассказываю Но могу с легкостью За 10 минут Вам вынуть списки статей Часть из этих статей Я сама писала От всего три класса Нет, ну потому что Ну надо честно себя вести Понимаете Если просто смотришь Тогда у тебя получается Что существительные здесь А глаголы здесь А как только ты посерьезней посмотришь Ты видишь Что этого ничего близко не лежало Да, вот я что хочу сказать Я ведь сказала Мы сравниваем себя Значит с ближайшими родственниками И с неближайшими Опять же Здесь же была история В этом институте Мной любимом Мы с Григорием Викторовичем Гершуни Еще с его сотрудниками Работали с сигналами Обезьянок Цебус Капуцинус И одна из задач У нас там было несколько задач Но одна из задач Не получившаяся Была в том Что может и у них Какой-то вариант этих фонем есть Может и у них есть кусочки Вот из которых Все это сложено Ничего у нас не вышло Но сейчас есть Поскольку все-таки Жизнь идет И методы И другие появляются Сейчас есть намеки На то Что это может Может быть И у других биологических видов Я к чему говорю К тому что Все время меняется картина Только мы привыкли К тому что Мы умеем это А все остальные Не умеют Тут оказывается Что они тоже Кое-чего умеют Но как это узнать Понимаете Если у человека Я могу поменять местами Какие-то штуки И спросить Как он воспринял И он говорит Что это так А это так Что я у животного Должна спросить Внутри сигнала Если я поменяю Вот такой кусочек спектра На такой кусочек спектра Нам ответ не получить Да И поэтому Вот считается В лингвистике например Ну и не только Считается Что главное наше Эволюционное приобретение Это синтаксис Что такое синтаксис Вот я студентам В том числе говорю Синтаксис Это порядок Расположения элементов Вот если говорить Без всякой лингвистики А по человечески Человеческими словами То есть Если например Я не знаю Ко мне гости пришли А у меня есть Шесть зеленых тарелок И шесть желтых И я думаю Как их расставить И ставлю Две зеленых желтые Две зеленых желтые Это синтаксис То есть Как поставить Для нас Это чрезвычайно важно Для языка Потому что В зависимости от того Как ты поставишь Ты получаешь Другой сигнал И всегда Мы исходили Из того Что Вот у людей Это есть И это жуткое дело И за этим Судя по всему Гены Но Фонем Есть Вот это сигналы Обезьяньи С которыми Мы с Григорием Викторовичем И с его сотрудниками Работали И один из сигналов Номер один Ориентировочный Он по спектру Тянет На предшественника Речевого Он из всех Этих Из всех остальных Больше всего Намекает На речевые сигналы Ну и наконец Вот это вот Асимметрия Чертова С которой Теперь совершенно Непонятно Что делать Потому что Она рассыпается Вся Вот работа 15-го года Но есть и более Поздние И мне Почему я выбрала Ее сюда Потому что Корпус колозом Вот он начинает По крайней мере В той литературе Которую Читаю я Он похоже Вообще Главный игрок В этой истории Потому что Он обеспечивает В связи Далеко От стоящих Вещей И позволяет Вещи структурные Типа синтаксиса И того Как это организовано Сопоставлять Со смыслами Которые В 100 миллионах Кавычек Находятся В другой части мозга Корпус колозом И его размеры Они Похоже Очень Такую Серьезную роль Начинают играть Совершенно Не связанные С этим Но недавно Я смотрела Когда Анализировали Мозг Эйнштейна То одна У него Там много Всякого Было Но одна Из черт Этого мозга Была Большие Размеры И толщина И размеры Корпуса Колозума Может быть Это и важно Вот это Глобалерити То что они Называют Я как раз Спрашивала А что это Такое Как это На русский Перевести Потому что Глобальность Здесь Ясно Ни при чем Вот Мне было Предложено Переводить Это Как Округлость Мозга И это На тему Которую Я уже Сказала И вот Это Как раз То Что дает Возможность Интерфейсов Между Синтаксисом То есть Порядками Не воспринимайте Слово Синтаксис Как Часть Школьной Грамматики Я в гораздо Более широком смысле Это говорю Как порядок Как это Устроено Как бы Как это Разложено В каком порядке С семантикой Которая находится В других местах И вот Теперь Представьте себе Вот я говорю С очень большой скоростью Всегда Значит У вас нет Как у слушателей У вас нет Никаких Маркеров На тему Как это разделить На кусочки У меня идет Единый текст У меня вообще Нет промежутков Даже если мы Возьмем спектр То мы не найдем Там промежутков Где делит То есть Это называется Парсинг Или Чанкинг То есть На куски На значимые куски Итого Мозг имеет дело С отдельными Правилами На фонологию И фонетику С отдельными Правилами На слова На морфологию И слова С отдельными Правилами На И я повторяю Еще раз Я вообще Ничего Не говорю О семантике И смыслах Я говорю Только об устройстве И еще эти временные окна К тому же То есть Он делает Кошмарную работу Это Очень Энергозатратная вещь И поскольку Она такая Многослойная Это вызывает У меня Просто ужас Когда я смотрю На то О чем Юрий Дмитриевич Сейчас говорил И вообще Любой Брэнд имиджинг Мы же Мы что видим Мы видим Верхнюю Штучку Такую Мы ее На эти куски Вообще Разделить Не можем И даже Я думаю Никогда Не сможем На эти Отдельные Регистры Как это сделать Кроме того То что мы Недавно Как раз Обсуждали С Медведем Обсуждали Несколько дней Назад В Светлогорске Тот факт Что Какие-то Зоны Не отсвечиваются Не говорит О том Что они Не работают Они Они там Есть И работают На полную Катушку Просто Они могут Работать Например В сторону Того Я помолчу А ты Поговори Это Это не значит Что у них Нет роли Это значит Что у них Нет внешней Роли То есть Мы Это скрытые Вот эти Скрытые вещи Которые Может важнее Чем Поверхностные Ну да И вот Все Я постараюсь Сейчас закончить Вот этот Злосчастный Фокс Пи Ту Который Был Объявлен Как Ген Языка Это Как раз Даже Смешно Было Читать Некоторые Даже Писали Ген Грамматики Еще Смешнее Читать Ну А почему Собственно Смешно Потому что Речь идет О такой Сложности Функции Что Только Совершенно Безграмотные Человек Может себе Представить Что за Это Может отвечать Один Ген Ну Просто Это Вообще В принципе Невозможно Вот Но Идут Переборы Всего Этим Занимаются Всерьез И Вот Сейчас Два Главных Игрока На Тему Языка Fox P2 И Robo 1 И И Вот Компания Которая В скобках Здесь И Они Считают Что То есть Основная Идея Такая Что Речь идет О Хабах Которые Обеспечивают Такое Функционирование Разных Можете Я даже Сейчас покажу Наверное Вот Видите Что делают Но Это Правда Не про языковые Гены Но Про те Которые Имеют Отношение К Организации Мозга Готового Для того Чтобы в нем Появился язык Вот Если можно так Сказать Но это Как бы Археология В некотором Смысле И Вот Что Описывается Когда Речь идет Об этом Злосчастном Гене Разумеется Нет и не Может быть Гена Который Продуцирует Падежи И Окончания В этом Речи Быть не Может Но Может быть Ген Который Связан С Вокализацией Который И Который Обеспечивает Как в данном Случае Есть Не при Специалистах Будет Сказано Рост Соответствующих Синапсов Лучшее Качество Нейронов В нужных Областях Чтобы они Связывались С тем С кем Положено Связываться То есть Он Играет Регуляторную Функцию Ну Как Вот Здесь Вот Можно И Увидеть Итого Это Вот То Что Здесь Написано Вот Эти Fox P2 Вот Этот CNTNA P2 И еще Я бы могла Много Там Чего Назвать Они Они Игроки Потому Что Очень Это В книжках Только Одна Глава Про Речь А Другая Глава Про Память Или Одна Глава Про То Как Время Членить А Другая Про То Как Высоты Там Измерять В реальности Это Перемешанная Вещь Ну Мы же Не Дурачки Здесь Все Собрались Мы же Понимаем Что Там Не Может Быть Отдельных Коробочек Которые Занимаются Такими Вот Конкретными Вещами Это Перемешанная Вещь Итак Это Обучение И Вот Очень Важно Здесь То Которое Определяется Как Способность Вычленять И Обрабатывать Дискретные Компоненты Информации Которые Передаются В речи Это Маленькие Штучки Которые Очень Тонко Друг С Другом Связаны Это Временные Последовательности И Похоже Что Даже Тот Факт Что Это Все Так Разошлось На Два Полушария С Этим Спорить Как Б Не Приходится Но Вот Эти Зоны Они Занимаются Вот Этими Вещами Они Занимаются Этими Маленькими Компьютейшн Которые Обеспечивают Микро Ювелирные Отношения Между Компонентами Похоже Что Другие Этого Делать Не Могут Сказала Я А теперь Сама Се Возражу Когда Мы Обращаемся К попугаю Вот Сейчас Кстати Переведена Книжка Мне Только Что Подарили Ее Этот Айрис Пепперберг Про Попугая Знаменитого Элекса Вот Только Что Кошелев Издал Ее Блестящая Книга Мы Обращаемся К попугаю Человеческим Языком Он Его Понимает Вот Теперь Я Спрашиваю Мэру Григорьевну Храковскую Пусть Она Мне Расскажет Где У Этого Попугая Зона Брака У Него Коры Нет Что Там Происходит Раз Он Нас Понял Значит У Него Есть Механизм Для Фонемного Анализа Это Где Там Нет Там Вообще Этого Нет И Быть Не Должно И Дело Не В том Что Он Не Здесь А Здесь А Дело В том Что Это Вообще Другая Система Поэтому Мы Напрасно Так Шумим Когда Говорим Мы Умеем А Остальные Не Умеют Раз Он Понял Нашу Речь Значит Он Анализ Произвел Все Деваться Некуда У Шимпанзе Тоже Есть Этот Фокс П2 Но Он Отличается От Человеческой Версии Для На 2 Аминокислоты И Вообще Есть Вот Гешвин Там В общем 116 Генов Есть Которые Связаны С этим Фокс П2 И Они Делают Там Большую Работу Всякую И Итого Что Мы Знаем Сейчас Значит Основная Битва Вокруг Мозга В связи С речью Это Модулярность Или Или Сеть Модулярность Или Сеть Модулярность Это Значит Этот Кусок Занимается Морфологией Этот Синтаксис Этот Смыслом Там Это Еще Чем А Сетевая Это Нет Таких Кусков Этот Спор Мог Длиться Бесконечно Если Не Наличие Экспериментальных Методик Которые Позволяют В случае Жесткой Постановки Вопроса Выложить Аргументы В пользу Того Или Другого У меня Просто Нет Времени Сейчас Об Этому Говорить Но При Случа Могла Бы Сказать Есть Вещи Которые Можно Сделать Для Того Чтобы Сказать У меня Есть Доказательства Для Этой Позиции А Для Этой Позиции Нет То есть Это Проверяемая Вещь Вот Я К чему Говорю И Мы Понимаем Что Даже Зона Брака Или Зона Верники Если Хотите Это Не Более Чем Не Более Это Все равно Много Не Более Чем Часть Большой Сети Которая Обеспечивает Языковую Способность Это Часть Ее Не Она Вся А Это Ее Часть И Вот Спасибо Вам И Я Хочу Сказать Что Работы Последних Лет Которые Мы Активно С Институтом Мозга Проводим Они Нам Как раз И Говорят О том Что Оно Все Рассыпается Как Только Ты Умно В Меру Наших Сил Ставишь Правильный Эксперимент А подготовка Эксперимента Я вам Хочу Сказать Который Мы На Пэте Скажем Вели Там Шесть Минут Шел Потому что Иначе Ты получаешь Там Тысячу Цифр С которыми Ты не знаешь Что делать Ты просто Не понимаешь Что они Значат Я к тому Что это Дорогие Вещи Но Чем Мы Более Тщательно Ими Занимаемся Тем Хуже Дело Обстоит Потому что Не только Все рассыпано По пути То есть По сети Но оно Многослойно В одно и то же Время Происходит То есть Одни и те же Даже части Этой сети Делают Одновременно Разные Вещи Честно говоря Я не понимаю Мы сможем ли Вообще Когда-нибудь С этим Справиться Во всяком случае Ясно Что Вот это Относительно Такая Романтическая Простота Связанная С языком Которая Была Даже В работах Гениального Александра Манчелурия Который Все равно Действует И все равно Вся клиника На этом сидит Я хочу Чтобы меня Правильно Поняли Что Этого Нет Больше Этого Больше Нет Эта История Закончена Что Не отменяет Чрезвычайность Ценности Классификации Которую И Александр Романович Сделал Для клиники Реальной И других Классификаций Скажем Бостонской Там их штук 20 Классификаций Нарушений Мозга В разных Частях Мира Есть Которые Все очень Хорошо Сделаны Но И они Действуют Но Это Получается Какие-то Два Параллельных Мира Одно Дело Это То Что Происходит В клинике И там Все в порядке Ну В стакавычках Но все-таки Более или менее А другое дело Когда мы забываем Про то Что есть Клинические Данные И засовываем Голову Здорового Человека В томограф И смотрим Что там Вышло Вот эти Вещи Каким-то Невероятным Образом Не стыкуются Очень Я заканчиваю Действительно Через минуту Очень Печально То Что Индивидуальные Различия Во всех Абсолютно Областях Областях Я имею ввиду На всех Уровнях Вот того Что я рассказываю Так велики Что групповые данные Практически Не имеют смысла Потому что Что с чем Ты Соединяешь И на что Ты делишь Ничего не значит Компенсаторные Возможности Удивительные Там мы видим Я не знаю Сканы мозгов Где там Тонкий слой Мозга Где-то там идет А все остальное Ликваром Разным Заполнено А никто и не заметил Этого Человек Жил себе И жил И что это такое Но ведь это же На самом деле Есть Мы никуда не можем От этого уйти Компенсаторные Повторяю Возможности Может вырубить Половину мозга И вроде и ничего А может Вырубить Вот такой вот Кусочек И все И полный коллапс Короче говоря Пока что Я бы сказала Так Извините За грубую шутку Что мозги Нам не по мозгам На том Я остановлюсь Спасибо Спасибо С одной С одной стороны Мы сильно съехали С другой стороны Отпустить Татьяну Владимировну Просто так Было бы непростительно Сейчас Давайте Вот Сейчас молодые Участники Вот давайте Там Вы Да Да Вы Но только короткие Да Хотелось бы задать вопрос О том Что есть Микрофон Поближе к рту Можно Да Хотелось бы задать вопрос О том Что есть люди Которые в принципе Не слышат И не говорят Они глухие от рождения И В частности Исследования Обезьян По вот этой грамоте Как он называется Жеста Показывают Что они очень хорошо Обучаются И в плане Могут даже фору дать Во многом Еще и поучить нас Фонетики правильной То есть Вот как бы вы оценили С точки зрения Общая Именно Именно фонетики Они нас не поучат Потому что у них Нет обратной связи Они не смогут У них как раз Произносительная Вся вещь будет сомнительная Но Ваш вопрос Другим ценен Что все не упирается Вот эту возможность Произнести Что мы же знаем Истории Когда человек Слепо Глухо Ну не мой В данном случае Это следствие Но он еще и слепой И при этом Защищают Диссертации Это конечно Очень большая редкость Но это возможно Что говорит о том С каким мы имеем дело Инструменты Невероятно Спасибо Так вот вы поднимали Да Скажите пожалуйста Почему существует Вот вы говорили о музыке О вокальном развлечении Почему существует В вокальной педагогике Например Проблема слуха Хотя на самом деле Горта Не слуха Когда Открыто Юсоном Исследована Идиоматорика То есть Думание Рождает действие Но тем не менее Эта проблема Существует глубоко Вот ваше мнение Да Она существует Глубоко Но у нас был Вот в лаборатории Морозова еще Был сотрудник Который потом заведовал Кафедрой вокала В консерватории Как раз Вот и он придумал Такое А он еще инженер К тому же Изначально По образованию Был Он придумал Прибор Дающий Не ту обратную Связь То есть Ну Как бы Навязанную Обратную Связь И Человек пел Значит Вот как пел А он Вводил поправки В звук Который ему В ухо Возвращался И это был Очень эффективный Метод Для Постановки Голоса И так далее Это вообще Вот такая Интересная вещь Да Но они же Шаманы Эти Преподаватели Вокала Я Когда вот я Первую диссертацию Писала Я в частности Имела дело С певцами И музыкантами Разными Я проверяла У них Чувствительность Комплитудной Модуляции Вот это К вопросу О временных Окнах Вот я уж Тогда много Чего увидела И я однажды В консерваторию Пришла И там Очень пожилая Как я потом Выяснила Очень знаменитая Замечательная Педагог Вокала Она значит Барышни В тот момент Когда я вошла Я этого никогда не забуду Она ей говорила Милочка Вы не так поете Вы дышите неправильно Вы представьте себе Пожалуйста Что у вас в груди Кастрюля с картошкой Кипит Представьте Да И там крышка Вот так вот хлопает То есть Безумный образ Да Девица говорит Ой и правда То есть они друг друга Да И она говорит Ну другое дело Вот теперь я вижу звук Я к тому что Техника техникой А у них есть Какие-то эти Штучки Которые они знают Константин Владимирович Я хочу вернуться К простоте Вот результат Этого обзора Он может быть Суммирован Фразой Бессмертной Что в действительности Все гораздо сложнее Чем есть на самом деле Или На самом деле Да Или ужас 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 Но вообще-то Ведь Наука О живом Сталкивалась С такой ситуацией 200 лет назад Когда сравнительная Морфология Исследования Разных видов Привели к тому Что Огромное разнообразие И ужасно сложных Устроенных систем Даррен говорил Что я спать не могу Когда думаю Об устройстве глаза И как вообще Эволюция могла Это сделать Но дальше Ведь ситуация Разрешилась И мы знаем Что не ужас 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 А что Есть два правила Первое Что нет Уникальных случаев Есть проявление Некоторых общих Закономерностей Язык Не абсолютно Уникальная система Он работает И по закономерностям Некоторого Поле общего порядка Найденного Эволюцией Для других Функциональных систем Это мы так считаем А масса народа Считает иначе Ну допустим Ну вот Я говорю про Эволюционную биологию И то Что она извлекла И кстати Вспоминая Лена Абгарыча Его поиски Того Каким образом Сложные физиологические Регуляции Могли возникать В эволюции Его гипотеза 2011 года Работа Кунсман 2013 года И так далее Что они приобретались Такими-то вещами Мы сегодня Это называем Генетическое Ассимиляции Правила Болдина И так далее Значит Первое Должны быть Общие закономерности Вторая вещь Сложность В биологической Эволюции И в этом случае Является Результатом Простого Алгоритма Действующего Бесчисленное Количество Раз Кумулятивно В системе Накапливающего Эту сложность Вот Вопрос В связи с этим Как вы Относитесь К Катарсису Хомского У которого Все было Ужас 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 Очень сложно А потом В какой-то момент В 90-е годы Он сказал Нет Надо смотреть По-другому Так же Как в эволюционной Биологии Должна быть Минималистская Программа Значит Мой вопрос Как вы Относитесь К операции Мерч Которая Как к Принципу Вообще Такого Поиска Которая Работает Над Синтактическими Элементами Объединяя Их Сеты И действует Рекурсивно Работая Над этим Сетом Для следующего И следующего Где синтаксис Возникает Как дериват Этого сложного Процесса Так же Как эволюция Вы считаете Это тупиковым Путем Он может привести К пониманию Сложных Синтактических Структур И стоит Следует Двигаться Им Или нет Я думаю Да Следует Я менее Романтически Смотрю На Предыдущую Часть Того Что ты Сказал Потому Что Значит Есть много Противоречивых Вещей Вот Хомский Гениальный Человек Его нельзя Запозорить В том Что он просто Дурачок И не понимает Он Много Чего Понимает И тем Не менее Он сказал В голове Есть модуль Он имеет Ввиду Не физичный Не материальный Модуль А в виртуальном Смысле Есть модуль Который Занимается Только языком Ему говорят Оставьте Пожалуйста Ваши глупости Потому что Нет такого Модуля Все связано Со всем Успокойтесь Хорошо Жизнь идет Появляются Дети Которые Называются В смысле Они всегда Были Изучать Их стали Которые Называются SLA Специфик Лангвич Импермент У которых Дети У которых Все в порядке Кроме языка Тут мы тоже Начинаем Спотыкаться Я даже Занималась Сама этими Детьми Уже Я не говорю О том Что И в Норвегии Вот кстати У меня Коллеги Которые Специально Этим Занимались Но Не дали Опять же Как там Три дня Назад Ахутин Мне говорит Ты же Понимаешь Что не может Быть Только нарушение Языка Их просто Неправильно Смотрели Пусть Посмотрят Внимательно Что у них Еще Когда мы Смотрим Кстати В статьях У них С планированием И целеполаганием Проблемы Вот именно Это значит Ловные Функции Если внимательно Посмотреть На картинки То там Они и видны Даже У этих Ну понятно Индивидуальное Там все Но тем не менее То есть Но Это возбудило Целую линию Говорят Вот пожалуйста Мы модуль То нашли У них С интеллектом Все в порядке Со слухом То есть Сенсорное Все в порядке Они не психотики Они не невротики Не аутисты Вообще Все чисто Только Не может запомнить Простейшую вещь Типа Стол столы Ну элементарную вещь Если бы он там Плюс кванк Перфект Не мог освоить Ну хорошо Но такая вещь Которую Вообще интеллекта Никакого не надо И это такой Стильный козырь Еще они играют Конечно В афазии Но Они не сдаются Я же не про это Ухомского спрашиваю Вот про минималистское Я к минимализму Иду То что он вывел В минимализме Как он это подает Это и говорит Он говорит Вот это Основные базисные алгоритмы Которые обеспечивают язык И которые А он говорит Врожденные И Б Ну раз врожденные То genetically based Вот он что говорит Я считаю Что то что он придумал Это гениальная вещь Потому что там конкретные ходы сказаны Если это здесь То дальше так Если это здесь То так Заметим Что это к сознанию Вообще никакого отношения не имеет Это Самоработающий механизм Поэтому Когда моделируют эти вещи Мне кажется Это правильная дорога Она нас правда Не переводит Через пропасть Где лежат смыслы Семантика конечно Вот сюда Это гибель просто Это просто погибель чисто Ну ладно В одном месте погибель Мы устранили Да Но во всеми чем мне нравится Вот я люблю Когда четко Так работают Они работают с этими С искусственными грамматиками Работают много Это Эти Компьютерные люди В основном Обучение искусственным грамматикам Не потому что нам грамматик не хватает А потому что Они хотят поймать принципы Как это вообще идет Вы же Ну не при логопедах Которые здесь я просто вижу Что есть Будет сказано Ребенка же никто никогда не учит Он же маленького ребенка Он же кошмарную работу делает Он в какой язык родился В такой родился И этот язык Отличается от всех других Пяти с лишним тысяч языков На этой планете Вообще по всем статьям Кроме тех Константин Владимирович Которые обеспечиваются минимализмом То есть есть самые главные Какие-то очень глубоко лежащие вещи Алгоритмы эти Ну и что Ребенок должен расшифровать Язык в который он попал И написать себе в голове Виртуальный учебник Что делает каждый здоровый ребенок В земле Не чихнул даже За очень короткое время Значит Аргументы Хомского были бы Он бы никогда этого не смог сделать Если бы у него не было Вот этих алгоритмов Которые заведомо вложены Которые конечно не при падеже А не проходы Вот этим Это отвертка такая Вот этой отверткой Я это вскрою Вот о чем речь идет Хватит наверное Сейчас Армена Викторович Можно вот этой девушке Уступите Спасибо большое В силу ограниченности времени Не могу задать вам вопрос Каким образом происходит Вот декодировка Этих звуковых сигналов И потом Сигналов электрических И извлекается из них смысл Но хочется спросить Возможно ли понять это Сейчас ученым на данном этапе Если мы еще до конца не понимаем Как физически устроен мозг Вот материальную базу этих процессов Я думаю Если На короткий вопрос Короткий ответ Я думаю нет Невозможно Потому что я честно говоря Не понимаю Как системой такой степени Сложность То есть это может Кропотов разу поймет То есть как Как это вообще Как оно в сигнал-то В этот ложится Вот в эти-то штучки Вот этот кошмар весь Как он Улегся туда И как в ту сторону Когда улегся Так и тем более В ту сторону Когда извлекся То есть поговорить-то можно А на самом-то деле Что происходит Спасибо Я думаю Поблагодарим Татьяну Владимировну Спасибо огромное Спасибо 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 Спасибо